Боня Бьюти выкладывать, да? А, надо было, кстати, на Боню Бьюти, да, сделать. Ну ладно. Так, подождите, давайте сейчас я доделаю это. Давай. Ну, я отхожу, я вообще могу. Приветик. Затем ее, честно, сделали. Хорошо. Когда осталось, что, да? Как дела у вас, мои красавицы? Так, а как стул приподнять чуть повыше? Приподнимайтесь. Опа, вот, закладела, вот. Привет, привет. У нас сегодня... Я хочу, можно черный с лимончиком, пожалуйста, черный? Без сахара? Нет, без сахара, с лимоном просто. Можно кисточку для румяна, маленькую? Для румяна? Маленькую, да. Есть такая, есть такая. Вот такую, да. У нас сегодня, сегодня у меня долгожданный день, и завтра. Завтра у нас мы снимаем мою интересную. Я, я завтра свою коллекцию тоже снимаю, девчонки. У меня завтра тоже, да. И сейчас слишком много я сделала румян. Вот. Что я говорила? Как я сделала румяна? Румяна как у этого, как у матрешки. Надо помешать только обязательно. Матрешки на и румяна, матрешки на и румяна. Вот. А завтра, короче, и сегодня мы снимаем весеннюю коллекцию одежды. Завтра мою отдельную линию. Сегодня стон фар. Сейчас я вам покажу красоту. Прям нереальную красоту. Девчонки, джинсы будут просто убийственные. О, невероятные. Так. И мой карандашик. Мика, могу я тебе покажу? Покажи. Но ты показываешь не тот вариант, потому что это будет надпись, она будет такая более потертая. Это сэмплы. Но покажи все равно. Давай посмотрим по цвету, каким больше нравится. Вот такие светлые. Очень красивый цвет. Вы знаете, самое сложное у джинс это найти правильный цвет. Потому что иногда джинс классный, да. Ну ты тоже, кстати, офигенный. Тоже красивый цвет. Да, это на пасмурную погоду, а это на солнечную. Ну вот ладно, сейчас наденешься. Ну-ка покажи. Какие худышек, не только для худышек. Вот такие темные. Вот такие светлые. Вот такие светлые. Вам нравится какие, светлые или темные? Мне кажется, светлые офигительные. На лето, да. Это весна у нас. Манечка, покажись. Темные люди пишут. Темные. Смотри-ка, им темные нравятся. Почему? Почему-то все светлые у нас раскупили. Оба пары крутые, светлые теперь пишут. А можно я твоим накрасить? Вот это? Это можно? Да, да. И знаешь, как красить? Ты красенец, ты красенец. Да, вот так вот ее нужно набирать. Не туда тыкай ее, а чтобы она набиралась именно на кисточку. Вот, и потом красить. Бьюти-блогер. Блин, прости, я открыла твое сообщение. Ну, нет. Все нормально. Так, это что было? Один вопрос накопился за себя. Не жди. Куда я такую стрелку сделала? Вот красивую, знаешь, какую стрелку сделала? Не знаю, все. Да? Она к стрелке очень красивая. Никто не может нарисовать стрелку, кроме меня особо. Да, нарисовать, да, я бы не знаю, если попробую. Она очень красивая, с которой сделала. Да я какой-то бахнула. Она вот только вверху не красит, она только угол рисует. Ладно. Не дает никому. Это нормально. Чуть-чуть наклон не туда, знаешь, уже глаза не мои. Смысл сейчас это все делать, когда нам надо сейчас уже начать снимать, да. А лимончик есть в чай, пожалуйста, нет? Нет, нет, нет лимончик. Извиняй. Так, окей. Маньца. Что там пишут про размеры? Джинсы классные, темные, светлые. Какая цена у них есть, а какие размеры? Сразу же цена. Цена у нас какая будет? Около пяти тысяч. Пяти тысяч, вообще. Даже в зале таких цен нет, мне кажется. Да? Так, теперь мне нужно накрасить ресницы. О, тебе так идут эти тени, просто нереально, блин. Сейчас я еще тут нарисую. Просто такой сэкболок. Только они этот матовый слишком тональный. Нет, она сейчас губы накрасит, хорошо будет. У меня есть такой карандаш. Губы-губы просто, сейчас губ нет. Нереально тебе эти тени, просто бомба. Помните, вы мне, мои любимые, спасибо вам. Помните, мы у Ясенковой выпросили эту палитру? А что, она не продается? Нету ее нигде. И Ясенкова не хотела расставаться с ней. Мы попросили, пожалуйста, всем прямым эфиром. И она мне подарила. Леночка Ясенкова, любимая, ты самая лучшая. Эти тени я до сих пор в восторге от них. Тушь это вообще нереально. Именно тестер этой туши самый крутой. Вот я покупала оригинал, мне кто-то подарил этот тестер. Я его пользовалась. Это просто нереальное что-то. Потом, значит, я купила оригинал, не то. Потом этот оригинал я поменяла на тестер у кого-то. Увидела, говорю, пожалуйста, подари мне тестер, а я тебе оригинал. И вот я этот тестер, он самый крутой. У него кисточка такая крутая тоже. Именно вот как она пушит ресницы, делает пушистыми. Все, дорогая моя, мы уже все. Вот, видите, какие ресницы стали? Ну, ресницы я крашу только по праздникам. Сегодня такой день. Пожалуйста, speak English. Ай, ребята, мы здесь. Мы будем снимать мою заказку для зиму 2019. Я работала на это за долгое время. И мы имеем много хороших денежных вещей, хороших динамов. Знаешь, я делаю мою заказку. Я закончу. А что для бровей назовете? Ice to Kill, Джорджи Армани. Тестер лучше, чем оригинал. Так, давайте этот... Анька, уважаю. Этот есть у вас для бровей? Ничего нету, да, я так понимаю? Ладно, я сейчас своим сделаю. У меня есть прикольная штука для бровей. Сейчас я сегодня покрашу брови. А пока вот я сделаю такую шумеровскую штучку. Все, брови все. Все, брови, я готова, да. Do you speak French? We, come see, come see. The time, mon amour. Что, ты конфетку ешь? Невачка. Нет, это не жесткий. А, передний. Да, это... Хорошо, хорошо. Какой-то как-то же? Модуляров? Цвет волос. Для бровей. Это шумер, но это не стоит того. Это не то. Это просто то, что у меня под рукой было. А есть кисточка для бровей, пожалуйста, расчесать брови? Да, вот это давайте. Спасибо. Мне, знаете, когда я брови красу, что важно? Чтобы они не смотрелись пыльными. Знаете, когда красят их, допустим, тенями, и брови пыльные, они не должны выглядеть пыльными. Они даже выглядят, как будто это ваши волоски накрашенные. Вот, видите, какой эффект? У меня, да, есть. Эффект, что это ваши темные волоски. Просто их нужно прокрасить. У меня тоже такой цвет. Так, теперь можно попробовать этот... Цвет. Цвет. Да. Сейчас, это еще не все. Сейчас, секундочку. Ой, все. Почему я так не буду? Фирма краски, я не знаю. Посмотрите мои сторисы. Вчера тот, кто меня красил, мой мастер, он рассказывал, какими красками он миксует, и он делает под определенными зеленого человека под его текстуру, под его теплоту, цвета и так далее. Поговоритесь, ребят, с ним. Ну-ка, давайте, давайте, давай. Ой, смотри, нам можно себе поставить так, чтобы изначально не было ничего. У тебя за фотошоп, и мы себе не уберем, чтобы лицо было было ровное и фактурное. Хорошо. Как переводится слово импрув? Доказал, ну, как бы, этот... А, да? Импрув это как-то уже, типа... Все, я импрув. Так, простите за мой внешний вид. Это мой карандаш. Да, они очень круты. Да? Блин, да, я посмотрю. Да, да. Выбарила. Ну, это с цветом, да? Ну, это естественный свет, я буду делать имитацию естественного света, как только он ваше судьбу. В ближайшее время... Крутой карандаш. Война-то, видите, не видно вообще, чтобы это было видно, что есть... Надо спонж... Вы его наморчили, да? Да. Чуть-чуть, у меня какие-то пятна у них. Смотри. А. Красиво. О, да, видите. Ну, он такой, далека посмотрите, видишь, он тоже хорошо. Красиво, да. Слишком яркий. Я, конечно, так румяну нанесла, что мама не горюйла. На фотке не будет видно. Не пятна у них какие-то, видно уже. Сори. Такс, ну-ка, что? Махачка. Блок. Что за карандаш? Что за румяна? Что за карандаш? Что за румяна? Что за румяна? А, такс. У меня румяна. Это я купила у Бекки тоже очень прикольные. Вот такие вот. В Лондоне я купила. Одна бровь ярче выглядит. Скорее всего, свет просто падает с той стороны и с этой стороны. А когда свет падает с этой стороны, кажется, это ярче. С этой стороны это ярче. Это нормально. Вик, смотри, какие. Эти, эти широкие, они чуть-чуть чужие. Вот эти. Давайте туже, да. Поцеплее. Дальше все губы сделаю. Поярче губы сделаем. Буду губы красить. Я без губ, это вообще не я. Это у меня сейчас вот губ нет. Так что, Маньца, пока пообщайтесь. Девчонки, покажите, пожалуйста, линию нашей коллекции. А я сейчас с вами. Ань, покажите. Ань, пойдем показывать линию коллекции. Так, ждите, перевернем камеру. Как камеру переворачивать? Парень впустую. Вот так все. Так, белые джинсы с крутыми надписью. Я жду вот эти, кстати, джинсы. Да, вот эти джинсы будут крутые. Классные. Такие модные джинсы теперь будут. О, классные, блин. Смотрите, какие крутые джинсы. Вообще крутые. Как мне нравятся. Вот эти, смотри. Классные. И вот это, блин. Очень красивые. Такие джинсы. Да, это в его стиле, кстати. А вот эти джинсы, помните, она говорила, что такое Акадван? Да, почему не делайте классно? Все футболисты, друзья, спрашивают. Мы делаем. Что мы кейтю? Смотрите, какая рубашка. Это гора в Галай. А, да ладно. Это ты сделаешь. Это написано кейтю. Классно. Да интерес, рубашка. Леопард. И кедрявы. О, вот эти тоже классные. Да, не полностью схлопка. Здесь нет эластана. Просто очень-очень стиль. А, вот что, да. Еще такой цвет. Кажется, у коняриков будут большие. Да, они большие. Нет? А вот шорты, которые мы очень ждали. Так непонятно? Классные, стильные. И вот тут такие широкие. Широкие, да. Очень круто. Вот так. О, класс. Тоталов. Супер. Чёрная. О, майка классного размера, кстати. Вообще идеальная. Да, и БМБ-мечет. Знаете, вначале? Да. Чё, да. Очень. О, такая футболка. Это непонятно. Я здорова, простите, я не читаю вас? Я просто так заинтересована линией этой, что я думаю. А вот это, кстати, леопардовый юбки, может, либо просто с чёрными футболками, либо ну просто ковить. Да. Мальцы скажут, что это. Да. Да. Да, я люблю. О, джинсы классные. У меня, кстати, есть леопардовые. Они очень круто смотрятся. Под бежевую майку или под белую? Под чёрную. И под чёрную классные. Подождите, не видно. Так. Виктория, Боня, джинс, байтон фарт. О, вот так видно. Классные. Очень крутые. А ещё в каждых наших джинсах в том фарт есть вот такой вот номер. Для чего он нам нужен? Мер, объясни, для чего нужен номер? Мы не расскажем. Это очень леопардов, расскажем. Виктория, Боня. Вот такие джинсы. Сколько стоит, девочки? Всех интересует цена. Футболка стоит, сколько стоит футболка? Где-то футболка стоит, наверное, две с половиной, три тысячи рублей. Классная футболка. Джинсы 4905. Такие же примерно цены, как и денджерик были джинсы. Вот такие вот джинсы примерно так же будут стоить. О, какой прикольный. Платье-палат. Вика вдохновилась, была с Анжелишей где-то в магазине в каком-то и сфотографировала женщину, со всех сторон обошла и остановилась этим платьем. Ну, она была в любом цвете. Да, да. Я ее сфоткала. Анжелина, говорю, встань сюда, типа, я тебя сфоткала. Анжелина стала, я такая не фоткаю, фоткаю эту девочку. Недорого, нормально пишут. Да, и качество. Конечно, недорого, качество, когда есть стиль. Так, качество, как вообще, посмотрите, какое-то. Это будет прям топчик. Бакарат, как у тебя. А в Украине, да? В Украине будет эта коллекция? Будет, будет. Вы нам пишите, мы в Украину отправляем рассудительную посылку. С надписями, джинсы классные. Будут. Мы отправим посылку, и вы оттуда будете покупать, вообще проблем нет. Кто-то пишет, что дорого. Вы знаете, что сейчас джинсы меньше 4-5, не купишь уже. А еще будут, покажи вот эти сэмплы. Еще будут, помните, наши топовые вот эти джинсы Dangerous. Вот такие же будут шорты тоже, только это будет не накатка, естественно, а точно такая же вышивка, как у нас и была. Леопард хочу пишут. Да, леопард. Леопард будет. Как вас еще такая модель? Вот хотите такую, мы можем сделать. Но это спорный вопрос. Да. Краснодар может купить такую одежду? Конечно, без проблем. Пусть пишут нам, наши менеджеры сразу же отвечают. Что еще показать? Ну, да, подпишите. У меня показали. Да. Не знаю, что еще вам рассказать. Сколько голубое платье стоит? Какое? Голубое. Вы поняли, вот это? Ну, до 5 тысяч оно будет стоить однозначно. Женственное очень. Да, оно очень благородное. Там еще пояса. Еще пояса, вот такие вот. О, класс. Ну, давай, на тебя. Вообще. Ну, предлагаю снять обращение. О, супер. Обращение. Все, девчонки, на себя делала. Все. Абсолютно все то, что я сама буду носить. Так как у нас сейчас леопард, это хит сезона, ну, принт сезона у всех брендов. Мы сделали леопардовые вещи. Мы сделали прикольные такие вот джинсы. Как это назвать? В школе, знаете, можно писать. Да. В следующий раз мы напишем все ответы экзаменов. Шпаргалки, да? Да, шпаргалки. Вы можете сдавать эти экзамены и вас учить. Белые ножки, если вообще. На Эверест, подожди. А там, кстати, нам стоит видео. Наши ребята ходили на восхождение на Кей-Тю. Представляешь, и они попали в шторм. И там был вот такой маленький кусочек, они три дня там водочки попивали. Так, Вика сейчас оденется. Все, мы вам все показали. Свет какой-то. А, еще есть платье такое леопардное. Халат. Вика, говорят, лучше на себе покажи, как смотрится. Да, так вообще непонятно. Сейчас покажем. Рваные джинсы уже не в моде? Нет, не согласна. Мне кажется, рваные джинсы всегда будут в моде. Надо иметь и такие, и такие джинсы. Размены... Какие джинсы? С двадцать пятого по тридцатый. Две бони в футболку поместятся. На самом деле, самое стильное, я не знаю, лично для меня, это когда футболки большого размера. Я всегда, например, покупаю в мужских отделах, когда узкая футболка вообще меняет. Так что, это на вкус и цвет. В каждом городе своя мода. Модно то, что вам нравится. Вау, ну Вика, да вообще огонь. Мне кажется, темно, да, только чуть-чуть, а так круто. Тут джинсы очень красивые. А зеркало, вы посмотрите. И это еще не мой размер. А мы же так помним? Ну вообще не, да, как они садятся просто круто. Просто посадку покажи, что они не плющат и не делают просто квадратные, как многие джинсы. Да, не делают же нормальные. Нет. В зеркало посмотри. Ну что, давайте запишем обращение. Вообще нереальные джинсы просто. Даже чуть великоватые они смотрятся, кстати, тоже прикольно. Потому что можно наесться тогда пирожное. И не расстегивать пугунцы. Не, хорошо, хорошо. И стройнят, и варка отличная. Маня, ты где купить можно? Где купить можно? Томфар Рус. Томфар Рус. О, это же. Так, давайте, что мы делаем? Томфар Рус. Можешь, что это коронная твоя с этой народной фотографии? Конечно. Вот с этой, да, наверное? Конечно. Маня, ты ну-ка фоткай, пожалуйста. Так, подожди. Скрин. Сейчас. Скрин я не знаю, как на этом телефоне делать. Да, Павел, что мы сейчас делаем? Вик, смотрите, мы что говорим? Мы записываем ваше обращение. Да. Оно будет на фоне этого мудборда. То есть мы накидали, ну, просто, какой-то, просто это мудборда. Такие рейтинсы некие, что вот много направленных. То есть можно сказать, что у нас коллекции. Ну, я знаю, что я знаю, что я доставлялась по этому. Ну, да, вот просто что, можно просто начать с того, что... Не, вы смотрите, как лава. Так как первая коллекция была очень удача, мы... Не совсем глупая. Привет, Кира. Покажите, что для вас хорошие цветы. Вика, ну, ты такая модная вообще. Дangerous. You're so dangerous. Не останавливайся. Да. Take away my money. Так, я вот буду рассказывать вам про линию, про коллекцию. Вы мне попали. Можно? Чтобы оно было... Крупный план. Смотри, кругный план. В Москве. Это у тебя, я знаю, 20 лет. Соня, это другая история. Ну, у меня видео, кстати... Так, где находится магазин в Москве? Это самый долгожденный... Никольская 25. Никольская 25. Я очень долго работала в коллекции. Да, на утилы, точно. Семь лета 2019 года, которая вот-вот поступит в продажу. Показываем. Видите, как работу проходит? Самые... Все с телефонами. Маня, красава. Спасибо. Ты ждешь футболки свои завтра? Очень, я прям не могу. Маня запускает линию своих футболков. Вот никто не знал, Аня. А теперь это сюрприз. Вообще, я так жду, прям спать не могу, если честно. Сейчас от России не могу. Да, вообще, девочки, спасибо, что вы осуществили мою мечту. Ну, где мои любимые? Как я по вам соскучилась? Где вы, мои драгоценные? Рассказывайте мне по чесноку. Как вам идея? Как вам K2? Я думаю, если те, кто... Не высоковата надпись, нет? Не надо ее чуть ниже сделать? Как будто она вот на этом... Нормально, да? Просто вот я смотрю, как вы считаете? Не сюда она должна была быть? Тут будет некрасиво смотреть. Ага, все, хорошо, ладно. Маскалева красотка. Привет. На какой странице можно вещи посмотреть? Что тут еще? Ну что, мы вам не надоели еще, скажите честно? Как дела, моя любимая, милая, любимая Пешета? Это прекрасно. Вот это можно поближе сделать? Отправка есть по всему миру. Вот, еще, 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 уже, да. И, да, можно вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Снимаю. Как хотите, это же ваше дело. Надо и весь рост, так и половину потом. Начать с половины. У меня приказ к тебе. Так, что там я сделала не так? Улыбаюсь, как пишет. Вика, улыбнись, Вика, улыбнись. Я все время присылаю сообщение, я улыбаюсь. Так, я сейчас отдам телефон. Есть по свету чуть-чуть больше? Или контраст пошел за счет вот этого света, нет? Вика, а ты посмотри пока на задание. Сейчас я покрупнее сниму. Хорошо, хорошо, хорошо. Окей, ты, аппликация, это такая, как сказать, вот она. Она не совсем аппликация. Покажите так. Ребятки, для меня сегодня это самый долгожданный день, потому что я презентую свою весеннюю линию одежды, над которой мы работали очень долго. Вдохновлялась я в различных местах, даже в альпах. Так, подожди. Вот, вот. А желтые, это откуда идут? Это ты посмотри пока на задание. Желтые, это ротон вообще. Вообще, это вам было. Ну ладно, ладно. Не все правы, на фильтрах это можно будет ротон. Потому что если есть тени, уже будет глядно. Все, все готово. Подожди, подожди. Я хочу, знаете, как что-то были? Смотрите. Представьте, что вы мой друг. И вы, у вас камера дышает. То есть вы как бы со мной общаетесь. Нам не нужно встать, как будто там кадр я рассказываю. Вы, мы с вами, вот как бы твоя подруга, допустим, она держит телефон, и мы вместе как бы ходим. Вспомните этого, что вы, если у нас снимали интервью, последнее, это, вторая, как раз. А как вы снимали интервью, этот, Ольга Стоун? Видит ли это интервью? Вот дышит, видит. Здесь все как бы вот оживет. Нет никакой статики вообще. Нам в кино не снимают. Даже в кино Селёжу так не снимают. Поэтому вы можете какой-то волос, плечо, рука, это все кадр, да? Туда ходить, дышать. Вот как бы вот так. Ваша задача такая. То есть чтобы это было дружественное, такое вот, неофициальное. Неофициозное. Так. Хорошо. Стой. Все, я рассказываю, да? Мы рассказываем, вы нарезаете, да? Да. Показываем все. Тишина в студии, девочки, работает. Сейчас прийти. Готовы? Да. Тишина. Привет, друзья. С вами Виктория Боня. У меня сегодня особенный день. Я очень волновалась, очень долго ждала два дня, потому что сегодня я презентую свою очередную вторую стомфар линии одежды. Это полноценная линия весна-лето 2019. И я хочу очень много рассказать о том, как я вдохновляла для того, чтобы создать эту коллекцию. Мы с моими коллегами, которые, скажем так, воплощают мои идеи в жизнь, очень долго думали, какой цветовой гаммы должно быть весна-лето. Я помню, я как-то говорила, что леопард, русские женщины очень любят леопард, в Европе считается дурным тоном. Девчонки, забудьте про то, что я говорила. В этом году этот принт, это хит сезона, вы увидите его везде. Но самое главное, чтобы этот принт носить, его важно не обошлять. Поэтому мы сделали такие вещи, которые сделают вас особенные, они удобные на каждый день, это вся базовая коллекция. Имея в гардеробе, допустим, девчонки, белая, черная майка и джинсы, у вас всегда есть что надеть. Вы берете небольшой клач, небольшую сумочку, вы уже можете пойти куда-то на коктейль, надевая каблуки. Вы надеваете кроссовки, берете большую сумку, у вас casual chic спорт, вы можете идти, допустим, куда-то днем и всегда будете чувствовать себя уверенно, классно. Поэтому, безусловно, пару платьев. Платье-халат очень удобно и очень прикольно, его миксовать с разными поясами, небольшой шарфик, небольшая сумочка, буквально 2-3 разных аксессуара и платье будет смотреться по-разному. Мне бы очень хотелось, чтобы ваши вещи, те вещи, которые создают для вас, могли служить для вас довольно-таки долго. Не так, чтобы вы надели один раз вещь, а потом уже понимаете, что уже носила, уже неинтересно, будет мне некуда, но очень ярко. Ярко – это хорошо, это здорово, да, допустим, есть такие рубашки, которые можно делать с шортами, надевать, с джинсами, с белыми, синими, черными и миксовать ее, даже можно с черными леггинсами, миксовать ее много раз. Юбки. Так, это не мой размер. Я не знаю, на чей размер, или это запаховаясь, все, sorry, это запаховаясь. Я думала, что… Я сейчас все это буду мерить, безусловно, буду все фотографировать. Конечно же, не так, вы увидите все, как это сидит, но прежде чем мы будем все снимать, я бы хотела обратить ваше внимание на мою джинсовую линию одежды, на мою джинсовую коллекцию. Вы видите различные надписи, там будут слова «Dangerous» – это та же линия, в которой мы начали запускать нашу одежду, она пошла очень… эта линия successful… нет? Разлетелась. Разлетелась. А, сейчас, подождите, да. Вы найдете надписи, различные надписи на моей джинсовую линии одежды. Вот, допустим, «Dangerous» – это вот то, что на мне. Это был хит сезон, он разлетелся, просто как горячие пирожки. Дозаказывали там несколько партий. Вот. Но мы не остановились и хотела сделать что-то такое необычное. – это… я вдохновилась эти джинсы у своего приятеля. Есть такой, называется, «Food God». Я увидела у него такие же джинсы, и написано было «Food God». Я говорю, так, классная идея. Стырила… нет, позаимствовала. Вот. И вы можете увидеть здесь «Victoria Bonia» джинс. Также все детали, да. Мы сделали вот такие вот летние прикольные нашивки. Это «Slim Mom» модель, которая подходит почти каждой девушке. И возвращаясь к тому, что базовые вещи, базовые. То есть вы надеваете шорты, джинсы, юбки, майки, у вас всегда есть что носить. И не важно, прошел год, два или три, если джинсы сидят отлично, вам всегда есть что носить. Белая, черная майка, пара джинс, кроссовки. И вы модницы. Нормально? Хватит. А еще, скажи-ка, что будут такие же шорты джинсы, как были джинсы, которые ты сказала нам сделать. Да, ну мы потом покажем это, наверное, нет. Если их нет, зачем вы их говорите? Они есть на модборде. Они вот на модборде. Вот где леопарды? Давай по модборде пройдемся чуть-чуть. Готов? Да. Все, наверное, помнят джинсы Dangerous. Они у нас были в темном цвете и светло-голубые. Мы сделали такие же шорты. Сейчас этот сэмпл не пришел, но вы очень скоро их увидите. Я смотрю, очень многие сейчас пользуются как раз таки этим трендом, этим хитом. Это наши джинсы. Шарап. Иногда хочется, чтобы женщина просто заткнулась. Ха-ха-ха. Поэтому эти джинсы натянуты. Шучу. Это шутка. В любом случае хочется сделать какие-то джинсы, которые будут и класси, но и при этом, чтобы у них были какие-то детали, чтобы они не были похожи на другие. Поэтому мы сделали и цельные джинсы без дыр, и вот такие. Я бы очень хотела померить. 27 размер, он большой, они будут смотреться как boyfriend's джинсы. Поэтому можно покупать на два размера больше. Я так иногда делаю, чтобы, скажем так, другой стиль. И если вы купите эти джинсы на два размера меньше, и они будут сидеть по фигуре, это уже будет вообще как будто другая модель. Поэтому иногда можно таким образом экспериментировать. Не бойтесь экспериментировать. Ну, для меня самое-самое классное вдохновение было. Я очень люблю горы. Я никогда не была, я надеюсь очень, что попаду в Гималайи, где-нибудь взойду хотя бы, не то что взойду, хотя бы прикоснусь к базовому лагерю Эвереста и посмотрю на эти вершины. Вот K2 это одна из довольно-таки самых сложных по восхождению гор в Гималайи. И вот я вспомнила, думаю так, K2 это что-то недостижимое, что-то такое холодное, но при этом такое магическое, которое притягивает эти майки. Почему? Телефоновый стиль. Пойду к примеру, чтобы вам показать. Пойду не X. Давайте я одну примеру покажу и дальше начал снимать, правильно? Да, конечно. Это X такой же. Нет, у меня X-Max. А, X-Max. Смотри, какое качество на X-Max сразу два раза. Вот, подержи. Подожди, у меня тоже есть X-Max. А почему мы не снимаем на X-Max? Посмотри, качество какое. А, X-Max у нас есть. С розовым зеленым лебешком. Если что. Ты сейчас с фильтром, а я себе с фильтром. Я не знаю, какие по мере побольше. Если я сейчас с фильтром, то она вообще будет звезда. Но она и так звезда, конечно. А, ну классная сеть. А, ну классная сеть. А, ну скажи. Вот, Калёва. Ставила свои пять копеек. У нас есть, кстати. Мы с Толи снимаем на X-Max. Ань, давай тебе покажем пока. Смотрите, будут вот такие крутые джинсы. Вообще вот эти джинсы. Можно я на пол поднимать показывать? Потому что так сложно будет понять. Ну вот, смотрите. Вот такие будут джинсы. Модные, я вообще не считаю. Такая с ним будет идти куртка. Вообще, огонь. Да, я считаю, что вот так. С белой майкой, с белыми кроссовками будет очень сильно. Угу. Ага. Сейчас вот такая рубашка. Сложно показать. О, а ну-ка, Вика. Ну-ка, покажите. В полный рост. Ну. Да, шикарно. Круто, круто. Вот такие джинсы у нас все будет. С новой коллекции. Сейчас мы покажем. Вот. Круто, круто. Этот пояс очень хороший. Нравится? Да. Пояс офигенный, да. Да, в комплекте вообще самый. Нравится? Детям, говорю. Людям нравится? Людям нравится? Людям нравится? Нравится на джинсы? Потому что нравится на джинсы. Джинсы по 5 тысяч будут у нас. Вот такие джинсы. Цена. А как они садятся? Это самое главное. Тут самое важное, это посадка этих джинсов. Потому что иногда спереди они хорошо, смотришь, а сзади поворачиваешься и думаешь, боже, что это? Поэтому, девчонки, все мои джинсы, я вас уверяю, все мои джинсы делают фигуру, даже если она у вас не очень. Даже если у вас ее нет. Даже если она у вас, скажем так, не очень вас устраивает, они делают ее гораздо более женственной и красивой. Размер нет, не огромный, наоборот. Это 27, это большой. Да? А мне нравится, как они сидят. Я специально намеренно сделала 27-е дело, чтобы... Аня, зачем вещи кидаешь? Нельзя поаккуратнее, люди спрашивают. Вика поработали. Вот, поэтому можно, конечно, tight, можно сделать их более такими, они будут в обтяг, но мне нравится. Но они же с дырками, если они будут сильно в обтяг, они так все будут резаться. Модель крутая. Мышцы, мышцы потрогать. На вас, Вика, сидит все офигенно. А пресс? Я вам даже проткнуть пальку, наверное, можно. Конечно. Четыре часа. Вика, мы все вам идем. Четыре часа воркаут. Каждый день. Молодец. Все. Все, заканчиваем эфир. Начинаем. А, все там. Начинаем все. Да? Так, это не подходит банку к этому джинсу, поэтому что мы будем делать? А? Я считаю, что нужно просто белую и все будет делать надо. Давайте сделаем банку, поменяем. Так что мы сейчас снимаем? Джинсы или банки? Кто будет руководить процессором? Видео сняли мы? Видео сняли мы? Руководитель, вот оно входило. Видео снимает нашу работу, да? Да, снимаю. Давай. Кто будет сейчас снимать? У них снимаем шла, ничего не снимать. А я пошли. Вика, мне кажется, люди соскочились уже по тебе. Мои любимые, мои драгоценные. А что сидят, вы думали уже разбежались? Ну что, расскажите. Если вы идете в старую школу, то вы должны снять джинсы в передачу. Знаете, я не думаю, что низкий джинс это очень обычный сейчас. Это очень трудно иметь их. Многие люди любят ехать, поэтому они имеют большую голову. Так что это не очень практично. Так что мы не делаем этот стиль. на белом пони. Вам нужны, которые на белом пони? А вообще мы хотели в этот стиль в таком... Ну, в каталожке. Да, да. Именно когда? Ну, не все. Кстати, мы эти самые крутые вытягивающие щипцы я купила, которые мы вот это в Дубае взяли. Они просто нереальные. Все остальные вообще такая-ли-вотная. Они, во-первых, не цепляют нигде. Видишь, они такие кривые? Тут сверху они зацеплены, а снизу нет. А те у меня просто. Я так рада, что их купила. У нас не получится. Льется. Может, она не будет. Окей. Окей. Так, этот. И сейчас я сделаю небольшой текстурайнинг. Сделаем dry shampoo. Такой текстурайнинг у нас нет. Сделаем dry shampoo. Я вот так вот, допустим, делаю прическу, когда... свежие волосы. Блин, поздравь с праздником Сагалган. Я поздравляю с праздником Сагалган. И вот так вот, допустим, голубое платье, где можно купить. Все скоро выйдет. Это пока сэмплы. Они пока не продаются. Девчонки, как все выйдет, я вам скажу в инстаграме. Все будет написано, где что купить. Во всех магазинах Tomfar. Но завтра я еще буду снимать свою линию одежды, которую я выпустила первый раз за вот эти три года. Три года я сделаю одежду. И за три года впервые у меня выходит моя отдельная линия, которая будет не с Анджелан, не с Tomfar, которая будет отдельно. Просто Виктория, Боня, джинс. И завтра я вам покажу, что я приготовила для вас. Там такие смелые образы. Я уже месяц не сплю, жду вот, когда мы все запустим. Ну что, самый большой размер. Какой у нас самый большой размер джинса? 29? 30. Девчонки, 30. То есть можно разойтись. Конечно, разбирают быстрее всего самые маленькие. Но у нас есть до 30-го размера. Ну что, я пошла поработаю. Вас целую, обнимаю. Спасибо, что были с нами. Чуть позже мы вам по эфирочке поснимаем и сделаем сторис. Love you all, guys!